Приветствую всех. Кто меня знает, всем привет. Кто меня не знает, меня зовут Алексей. Это мой, можно сказать, творческий канал. На нем я выкладываю все свое творчество, в том числе и гадание. То есть гадание это то же самое, что и творчество, потому что творчество берет свое начало из космоса. Совершенно верно. Нет, некоторые бухают, чтобы писать. Я ничего не говорю. И сидят на тяжелых наркотиках. Но вообще, творчество связано с космосом. Поэтому располагаем так карту и проявляем свое творчество. А там уже расслабимся и будем надеяться на то, что вселенная подскажет, что нас ждет. Это ни в коей мере не противоречит закону. Это просто просмотр ситуации на данный момент, как она складывается у нас в стране. И как она будет складываться в ближайший месяц. Рассматриваем ситуацию. Помечаем карту родного дома. Это Россия. Карты, скажите, пожалуйста, что будет в июне, в июне 2023 года в России? Желательно проговаривать четко. Здесь четкость важна. Четкость и вопрос, который ты задаешь. Вот тогда карты могут, да, с процентом вероятностью 60-70% ответить, что будет. Далее вопрос нужно зациклить у себя в голове. И нужно еще, чтобы ладошки были теплые. Что ты взаимодействуешь с картами при помощи рук. Что ты взаимодействуешь с картами? Дорога, помечаем. Дорога. Так. Дорог очень много. Три карты выпало дорог. Следовательно, могут быть изменения. Так. Если что, про Лукашенко я знаю, что он едет в Москву. Про Протасевича я знаю. Про Путина более-менее знаю. Про диверсионную группу знаю. Но гадать реально пока не на что. Я гадаю, когда есть на что погадать. А пока гадать не на что. Пока ситуация движется. Ну вот ее пустили на самотек. Я не вижу ничего, чтобы ее могло что-то изменить. Вот не вижу я. Путин будет сидеть до конца. Следующий человек придет силовик. Все. Дальше. Дальше. Лето я не вижу. Я не вижу дальше лето. Так. Начинаем гадать. Ладно. Не будем отходить от темы. Что у нас выпадает непосредственно на саму страну? Почему-то у меня выпадают поездки. На страну ложатся поездки. Ну возможно кто-то будет уезжать из страны. Может король придет. Король возможно придет уже окончательно какой-то. Сроки неизвестны. Скорее всего конец июня. Возможно какой-то король появится. Ну ввиду несостоятельности какого-то лица. Будет проявлен король. Там уже посмотрим что да как. Возможно. Возможно еще раз говорю. Поездки ложатся непосредственно на сам народ. Будут люди куда-то уезжать. Значит так можно сказать. Печальная новость от кого-то. Неприятности скоро уйдут. Пустое расстройство. Так. Что еще? Чего-то кого-то. Так. Пустая беседа. Проблемы в пути. Здесь ничего не вижу. Оно как будто самотеком идет. Вот все и все. Даже тут никаких усилий никто не прилагает. Оно как будто вот дорога идет. Она вот дорога. По которой движется телега. Знаете такая телега которая ну вот. Движется она и движется вниз по дороге. Ее даже никто не толкает. Вот такое ощущение. Тут действий никаких нет. Действия должны быть какие-то. Чтобы там. Чтобы люди хорошо жили. Тут там не знаю. Предпринимать какие-то действия. Еще что. Ну что-то нужно делать. Я понимаю что что-то нужно делать. Это я думаю все знают. Тут действий никаких нет. Все по накатанному. Тут все по накатанному идет. Даже комментировать ничего не надо. Тут все пустое. Что я тут должен комментировать? Нечего комментировать. Дороги это изменения. Но в данном случае. Это знаете как валун. Который вот. Сизифку. Который это толкает наверх. Раз он опять с горы упал. Смысл. Смысл этот валун наверх поднимать. Если он все равно вниз покатится. Я не знаю смысла никакого. У нее дорога покатистая. Она вот все движется в одном. В одном направлении. И тут даже ничего. Редактировать не надо. Не знаю. Не могу ничего сказать. Дальше. Неожиданное. Либо выгодное предложение. В конце. Приятные новости. В конце не знаю. С чем-то приятные новости связаны. Я не вижу. Чтобы что-то происходило целый месяц. Я этого не вижу. Вот как будто. Не знаю. Пусто. Плывет себе лодка и плывет. Люди в ней плывут. Ну и плывут. Ну и ладно. Как-то вот так вот. Я хотел притчу рассказать. Небольшую. Которую сочинил. Но пока не буду. Потом ее расскажу. Что у нас еще может ждать? Семейная пара. Люди понавыпадали. Пик нету практически. Энергии мягкие. Ну сейчас посмотрим. Так. Неприятная встреча. Неприятная встреча ложится в основе. Какая-то неприятная встреча. Не знаю почему. Или встреча с неприятным. С чем-то неприятным. Отчреждение. Ладно. Давайте смотреть дальше. Получение прибыли идет. Дети. Общение с детьми. Общение с детьми. Либо с низшими. Низшими по чину. Низшими по должности. Низшими по званию. Низшими по социальному положению. Низшими по возрасту. То есть общение с низшими идет. Пока ничего. Я пока ничего не вижу. Если честно признаюсь. Вот все. Как идет, так и идет. Ничего не могу сказать. Исполнение желаемого хорошей новости. Так. Подарок. Взаимные чувства. Свадьба. Быть вместе. Ну, я не знаю. Какие-то заключения. Каких-то контрактов идет. Ну, это, я так понимаю, на саму страну. Прибыль идет. Откуда-то прибыль будет взята. Общение будет с низшими. Ну, с низшими я еще раз там повторюсь. Там по положению, по званию, по возрасту с теми, кто ниже общения идет. Более сказать нечего. Но я еще раз говорю. Тут энергии мягкие. Тут ничего я такого не вижу. Из ряда вот вон выходящего. Родственники. Родственники выпадают. Отношения женщины в семье. Честно, ничего вообще такого не вижу. Экстраординарного. На всю страну я не вижу. Может, в отдельных каких-то регионах что-то будет. Но вся страна, она как будто, знаете, вот лето. Вот что-то в этом роде. Потому что все карты пестрят просто красками. Жарко, лето. И никому нет ни до чего дела. Это я по картам смотрю. Тут ничего нет. Работать будут люди. Отдыхать будут. Я ничего не вижу. Конкретно здесь я совершенно могу сказать, я ничего не вижу. Давайте тогда посмотрим, если ничего такого плохого не будет. Самое плохое событие, которое может огорчить. Вот так вот спросим. Ну, событие, которое может огорчить. Чего да как. Июнь, кстати говоря, у меня никак не проигрывался. Вообще, вот по картам. Ну, я говорю, здесь что-то как-то это. У меня июнь не проигрывался. Я вот сколько смотрел там на год, на полгода. Я не видел июнь вообще никак. Ну, я даже вспомнить ничего не могу про июнь. Там ни плохого, ни хорошего. Ну, месяц как месяц. Все. Разочарование в любимом идет. Самое плохое, что может быть, разочарование в любимом. Здесь никаких действий, ничего нет. Ну, оно расслаблено как-то идет. Все и все. Так. Дальше. Любовный обман, дети, общение с детьми. Ничего не вижу, честно признаюсь. Не вижу. Я здесь ничего не вижу. Ни плохого, ни особо хорошего. Вот оно как идет, так и идет. Я даже здесь комментировать ничего не буду. Просто, наверное, закончил гадание и все. Потому что июнь это абсолютно проходной месяц. Откровенно. Тут нечего говорить. Соответственно, вот так вот заканчивается гадание. Там уже июль посмотрим. Потому что, ну, июль там уже, может быть, что-нибудь будет интересное. А так, ну вот, все. Вот закончилось гадание. Ничего особо важного я не вижу. Но это я еще раз говорю гадание. Все. Всякое может случиться. Если что-то случится экстраординарное, я, если что, сделаю запись. А так, все. Поставьте лайк, дизлайк, напишите что-нибудь. Подпишитесь на канал, если интересно. Буду еще видео выкладывать всякого разного содержания. И всем удачи, любви, спокойствия и, конечно же, денег. До свидания. Продолжение следует...